Всем привет, меня зовут Саша Пол. Продолжаем игру Тимбовый Парк, в которой агент Мала все таскается по своим непонятным делам и не ищет нашу Данну Скали почему-то. Чем-то он против. Я же не думает ее найти. Но это и не важно, потому что мы можем просто загрузить с нею значок. Чем мы сегодня и займемся на коне 100. С ней мы не будем разговаривать. Вы что-нибудь знаете? О, да, я слышала об этом. Так жаль, бедный парень. Представить не могу, что кто-то из нашего города способен на такое. Так, вы уверены, что у вас нет никаких подозрений по поводу убийцы? О, нет, ни за какие ковришки не могу поверить, что в диму и парке кто-нибудь способен на убийство. Скорее всего, это бродяга или кто-то из деревьев. Их они бывают проездом. Просто обещайте, что вы не будете доверять, кому попало. Может быть, вы городские агенты не понимаете, каково это жить в таком славном маленьком городке, но я знаю этих людей, и они мне все как семья. Конечно, некоторые из них довольно экстричны, но я и представить не могу что-нибудь. Хорошо. Все, пока не покидайте город. Хорошо, трогай уже. Ее слишком долго нет. Может, просто выбрать персонажа агента Рейн? Да, именно так мы и поступим. Сейчас надо сделать ниндзиский прием. Нужно не отвлекаться и расслабить до убийства, тогда я занимаюсь своими делами. Что уж так думаем. Итак, что у нас есть? Пойдем мы туда, идти к скелету. Напоминаю, ее похитили в одном из переулков, рядом с дайнером, по-моему, да. И все. Так, мы со скелетом можем осмотреть. Собственно говоря... Он протягивает мне руку дружбы или молитопомощи? Ммм, трудно сказать. Определенный ненастоящий. Так, хорошо. Ну, как бы ничего хорошего, идти к вентиль. Давайте-ка мы потянем вентиль, потому что это может к чему-то присутствовать. Не могу повернуть. Ладно. Давайте осмотрим тогда пыльные коробочки. Я только расчихаюсь, если буду рыться в этих коробках. Понял. Тогда пойдем туда. Если на них надо. Вот я вижу стрелочку, значит, мы пойдем туда все-таки. Так, там туннель. Но, как бы, выхода у нас особо нет, поэтому мы пойдем в туннель. Ага, тут какая-то загадочка начинается. И, похоже, дернет ее током. Тут такой вопрос. Дернет ее током. Ну, во-первых, мы, конечно же, послушаем, что она скажет насчет ворот. Где бы нам вот этот ключ не поддается. Давайте попробуем пройти, и что бы нас с током делали. Так, в случае опасности, звонить. Сара. Руки. Не видно букву. Рикшлопер. Ропер. Хропер. Привет, шевест. Итиклюк. Так, давай мы откроем, во-первых, сразу же. Чтобы ничего такого не было. Унезапно. Я ищу выход отсюда, но хочу двигаться наверх. Один из. Тронно. Корейца. Ладно выбраться. Мяу. Ксис. Секретики. Скажи, что это будет? Каташка. Каташка. Давай мы их... Кажется, кто-то знал, что этот острянок. А, поздно идти. Так, саксофон, таксофон. Если мы похитили, то написала-то, заманивая. Полагаю, есть только один способ узнать. Давай мы применим. Ну, значит, таксофон. Используй. Нужен десятицентовик. То есть, она должна была десятицентовик. А, вот он. Все. А, или это комок пыли. Нет, это комок пыли. Это мой комок пыли. То есть, нужно найти десятицентовик, который поднял тот чувак. Агент Мандр. А это? Еще один комок пыли. Их уже два. Угу. Ну, давайте, я смотрю. Не только расчепаюсь. Не только расчепаюсь. Так, расчепаюсь. Ну, еще возьмем. Доберем. Так, три. Скорее. Ну, здесь мне так нет. Давайте выйдем. Так, а вентиль. Кажется, этот вентиль привалили сюда намертво. Я вижу еще комок пыли, вентиль, сколько их нужно. Теперь мы четыре. Так. Окей. Туда не будет. Давай эту марию никуда поднимем. Не нравится. Нет. Открыто. Закрыто. А не на славу ни на что не открыть. Хорошо. Тут такое дело, что монеточка оказалась... Мы вообще в отель когда-нибудь попадем, уже в 25 серии. А монетка оказалась у агента вот этого. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Вот она, 10 центов. Как ее дать? Ее можно отдать? Дай. Дай. Вот это. Нет. Нельзя дать. Короче, она никак как будто его не может открыть. Либо где-то это лежит, а я не вижу. Это так себе ситуация, конечно. Давай ты пойдешь. Да, окей. А, это не туда. Я не вижу. Я не вижу. Вот если бы совсем можно было. По-моему, я веду месяца. Без мыши. А, мышь у меня нет. Дома, блин. Три мыши. И ни одна из них не подходит. Проводная, значит. Нет, вот это не... Это... Грязь на экране, я думала, это будет такая. Короче, проводная мышь. Вчера. Как это там? Сыграла в ящик? Никуда. Дальше. Беспроводная. Никакие домашние батарейки к ней не подходят. Возврат чего? Чего? Возврат, маниты. Пустую, а только лады. Возьми. Возьми таксовку. Кажется, я казался, что здесь застел. Ну, да. Так, ладно. Клюк толкать. Он уже ввести, не могу его потом давать. Так. Так, тюрь. Возьми. Принеми. Да, я поняла. Да. А проводная мышь другая, она от компьютера, собственно говоря, у меня, соответственно, не компьютер. То есть там древний фонд. Сейчас покажу, скидываю. Отход, вход, выход, номер, короче, вот такая, да? Вот, не знаю, видно, что есть. Такого выхода входа у меня нет, ну окей, и переходника у меня нету. Это он отачапанил, и всё это делал, это так, утомительно, ну не утомительно, ну ладно, просто стирать всё. Всё дело. А чё, он не открывает, да? Я не вижу монетки, кто видит, молодец. И, как говорится, молодец, но скелет даймони. Давай его осмотрим, во-первых. Во-вторых, давай применим его. Он сделан из пластика, то есть он тут и не пахнет. Давай его будем тянуть. Я не могу потянуть. Давай он толкать. Я не могу это толкнуть. Давай с ним поговорим. М-м-м, со скелетом. А, тут не показывает, хорошо? Ладно. Ого, я пропустила ещё местечко. Почему нет? Нет, 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 нет. Сейчас сюда не хочется идти, нет. Тут, как бы, конечно, начинать игру сначала совершенно не хочется. И сохранения у меня не осталось древних, которые могли бы мне немножко, хотя бы, ускорить процесс. Стой, 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 давай здесь пораньше. Туннель, лужи, монетка. Блин, может, сотни? Те, наверное, не бывает. Печатки. 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 Это результаты печатки всех же детей в ВИПАРК. Сидит целый и завистый на спальце, трону 3000. Ага. Прекрасно. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-дэ-дэ-э-э-э. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-а-а. Вот у нас всё вот так. Печально, потому, что... Пять часов... Короче, ничего. Я говорю, смотрите, не толкай. очень очень То есть я тут застряла? Понятно. Может, пыль положить? Единственное, что я могу положить, это пыль вообще. Я не вижу монетку. Не вижу. Здесь нет их. И туда же. Зачем здесь люк? Зачем здесь люк? Зачем нам дали люк? Открой. Я ищу выход, но хочу выводиться наверх. Мне нужна монетка. Я отдам что-то. Ну ладно, давай применить пыль. Итак, пыль. 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 Нужен 10 центов. Пыль. 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 Мы застряли. Отключай. Это. Тебе следует, что либо нужно начинать идти сначала, либо я слепо и не вижу, где монетка здесь лежит в этих трех, разу, три, четырех, разу, в четырех локациях. Продолжаем запись, немножечко отлеглась. Как, зачем, как, зачем? Посмотреть, что же делать, что же делать, тупик ли это, баг ли это. Нет, не баг, нет, не баг, я просто что-то пропустила. Итак, идем в туннель. Не монеточку, нет, не монеточку. Не монеточку. Приятного аппетита всем, кто ест, и мне в том числе. Так. Да, мы входим туда, именно туда. И еще раз. Заберемся. Закрытая салона, мы начнем не открыть. Ничего страшного, мы осмотрим. Я вижу магазин скорой дружи. Вот. У них все свои дела. Скорой дружи. Какой ты скорой дружи? В общем, нам сказали... Скорой дружи. Скорой дружи. Скорой дружи. То есть нам нужно... Соответственно, эти 10 центов бросить ей решеточку возле магазина скорой дружи. Нет, это не арака умная. Это... Конечно, нет. Так-так-так. Это подведение. Я именно тысячу лет в таких квестах толпиться на одном моменте ненавижу. Ненавижу. Поэтому... Когда такое происходит, иногда я смотрю. Подскажечки. Неинтересно играть в игры, но неинтересно часами платить по одному этому. Совершенно. Ну... Дайте мне лампу. Кстати говоря, она пошла и у нас лампу. Ну ладно, мы будем с лампой дать. Синий не работает. В принципе. Ладно. Вот ваша лампа ВД-67. Спасибо. Пока-либо. Да. У вас боже, кстати, там... Фото починили. Здесь же наш улетит. Косте понадобится помощь. Сейчас потом поработаем. А мы тут переберемся и что-то там скоро вернемся. Я думаю, понадобится. Потому что агент Рэй у нас где-то в канализации. Это нам все понадобится. Пойдем к улице. Я думаю, там этот магазин, что-то там. Дружи-дружи. Чуть-чуть. 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 Она будет следить на чём? Чуть уже не первый раз. Ну-у-у-у-у. Угу. Мы здесь не были. Мы здесь не были. Поэтому смотрим всё чутенько. Подобненько. Можем пойти в дому? Значит, можем. поэтому я просто вперед по полегию еще еще мне кажется эту игру проходила где-то в каких-нибудь 15 в десятых годах но это не можно играть 17 что я помню подбирала пылинки но это было не в семнадцатом не два года нет нет по год назад я в такой не играла есть вообще играл я помню в этой игре подбирала пыль так деда наш дружи не ясно не киньюз давай зайдем сюда она там подождется и ничего такого страшного произойдет жаль что без мышки вот enter мне работает как без мышки сделать чтобы было как бы нажатие правой кнопки мыши без мыши и без тачпада как сделать на клавиатуре типа очень функция или control это поле control enter он знать отлично походим пока молдором что много мы играем так что у нас есть давай посчитаем с капитроном не надеюсь мне кажется как в этом цветной копий трон когда быстрый сайте культу идти к культная чудачка мадам марена предупредила год это просто блин я нажал на запись а я так смотрю у меня видно целую огромную стойку меня 00 я очень нет вот так вот так не слышно так не видно немножечко миша чтоб пол игры не закрывать то что всегда меняется видео со мной пока не мере поначалу сейчас январь 2020 о февраль начал только 2020 и весь январь и менялись положение камеры менялся звук с микрофона без микрофона со встроенной видеокамерой без встроенной видеокамеры а звук такой звук степы прощаемся менялась цвет камер все пробу 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 с первые кинетели записи поэтому все разное все это я присматриваюсь приглядываюсь добро пожаловать куда там восемь лет стажей два высших журнала подсказывает что ты агент по высшим образованием походу статьи еще печатают мало того что печатает и так не работает меня 5 почему не работает но почти так мы тут убийство расследуем знаешь что они немного только то что слышала в реке на слетела я пошли своего лучшего репатера приоритета знаешь что учили пока конечно ты с каких пор мне не работает у меня была уже пара лауреатов что с вашим видом кажется у него маленькая шарушки дорогушки заехали как и все после смерти чака все стало еще хуже чак эдмон подушек мангар он не глаз управлял городом с 50 годов это ведет огромной фабрикой он не заведовал он умер несколько дней и немного но племянницы делореса или нора могут наследовать состояние только если перестанут собачиться ты знаешь о чеке он открыл подушечную фабрику вместе с братом француз 20-30 чтобы поставить подушечный фронт его словно на подушке выиграли войну чак с его фабрикой был ценой разведской жизни в 50 годах продолжайте чак инвестировал миллионы в организации производства и стал экспертом где основные инвестиции искусственными деревьев думающие компьютеры он начал автоматизировать весь город люди говорили что они будто жили в будущем вон стоит одна из его машинка 50000 зачем что произошел большой подушечный пожар который погибло несколько работников и фабрику закрыли и погибли пожаре сложно я думаю что чак подкупил шерифа и всю вину свалил на охранника парке но было слишком поздно чак обеспечился а фабрика темное пристанище покинутых машин то есть он скорее всего свалил всю вину на охраннике что ты еще знаешь о охраннике подушечной фабрики немного он погиб в пожаре и на нем на него свалили все вины но я в это не верю мне нужно больше улик тогда я смогу закончить его расследование и вывести всех на чистую воду что ты знаешь что все под подставушкой и город мелкий поэтому нужно следить в чем грязный милет и роешься так нам нужно чтобы об этом не газеты но нет первая поправка сильная пресса снова сильная демократия ты имеешь ввиду пятую поправку нет это не дает гарантии ближайшего уровня процесса запрет в сторону привлечения зависимости от издательства и напора вооружения ты не имеешь ввиду 27 поправку 27 поправку не существует может быть наш в далеком будущем имеешь ввиду 22 поправку нет хотелось наровать что один тоже человек может занимать пост президента не более двух лет лет ммм вы заследили это мой зачем? хочешь приехать сюда? в этом городе что она есть имеешь ввиду 20 поправку нет это становится от истечения сроков 200 мы добьемся истиной а ты не имеешь ввиду 17 поправку? нет это будет прямой выбор в сенат а может 27? 27 поправки не существует так ну все по кругу скорее слабо в алтаре но мне нужно отставить убийство а это точно так нам минимум рпакет вакуумная лампа пожалуйста не трогайте это я жду сообщения это байзейская лампа хорошо давай посмотрим округ карты а партишка у нас же как раз нету эта карта всего кроатива выйдет надо взять взять ты же знаешь что это бесценное первое здание каждого города пожалуйста не трогайте очень жаль очень жаль надо ее отвлечь надо ее отвлечь отлично ну твои отвлечь ну как будем отвлечь так будем отвлечь печатный пресс футенберг бы возгордился хорошо что стала работать опять моя клавиатурочка так идти к мадам Марэна сказала я же говорила ну и а шериф съел шляпу после провального телематча пары снега жаль что нельзя прочесть ну это не страшно это не хорошо ну ладно ну ладно тогда пойдем мы туда чтобы найти нашу мадаму которая провалилась вот она там по канализации ну она не провалилась конечно ее украли только это ветер нам нужно деканализацию пост офис открыто всю ночь так тут бомжара кого он видел я потерял мои 10 центов то есть отдать ему 10 центов мы видели твои 10 центов мы их подобрали чтобы спасти нашу мадаму и вам вернем когда спасем мадаму так открыть ага 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 то есть он в общем-то ходит туда-сюда коробки готовы на трав это очень очень вкусная еда всем спасибо что в коробках две пацаны возьмите коробки аренды мы обещаем открывать ваши письма конечно так mail drop ящик для писем так это ящик для писем ничего такого прямо прямо так это что это почтовые весы это почтовые весы на них написано только для государственного использования нарушителей будут караться согласно букве закона очень жарко сейчас мы будем говорить с работником почки если поймаем а его не поймать а можно печь почти секунду я всегда где вы помочь я федеральный агент знает что-нибудь о трупе под мостом о не то слово почему работники больше такие хорошие комедии а разве нужно иметь чувство юмор для работы на почке потому что они могут драмату донести м а а а а Я федеральный агент. Знаешь что-нибудь о трупе под мостом? Ты федеральный агент? Я тоже работаю на дядю Сэма. И как же такой государственный агент? Я могу всем, чем смогу. Что ты знаешь о трупе под мостом? Доволь три. Нет, все в этом городе получают письма, как обычно. На моем маршруте все живы, здоровы и я бы заметил, если бы кто-нибудь помен. Не хочу лечиться, но я тоже подумал стать агентом. Быть агентом не так престижно и сложно, как быть работником почты. Это ведь моя была хорошая посыльная шутка. Как выходит, что в городе почти нет жителей, а писем так много? А это за секретная информация. Как федеральному агенту тебе должно быть известно, что моя обязанность оберегать неприкосновенность и конфиденциальность переписки. Если только она не проходит по делу, а у тебя все нужны для этого в магии больше никак. Все герои бесполезны абсолютно. В всей игре. Кому адресованы все эти письма, кроме голубей, которые открыли нам проход? Кому адресованы? Не могу сказать, это уголовное преступление. Я думаю, ты тоже знаешь, ведь так же работаешь на государство. Или ты хочешь поймать продажного работника почты? Потому что я тебе скажу, у меня на телевизорской ветке все на высшем уровне не подкопаешься. Спасибо за помощь. Мы вернемся, если у вас появится дополнительный вопрос. Ну, короче, он ничего нам не сказал, как и все другие в этой игре. Ладно, здесь вообще никуда идти. Нам нужно. Мы приняли. Легче магазин, друже. Рядом с магазином. Ну, будем. Что-то выбери в карманах, конечно. Деньги теряем. Прости, дружок. Я поймал. Возможно. Иначе у меня было 10 центов, но я их воронил. Вы убили мой 10 центов. Кстати, это могли быть не его. А кого-нибудь другого. Давайте с ним поговорим. И не скажем, что мы его уберем. Милли, где-то я потерял мои 10 центов. Я федеральный агент. Эм, что ты знаешь о труппе найденном у моста? О, я думал, что это дерево. Бревно в костюме. Ты знаешь, что это за труппельни? Какой труппель? Я два макрю. Не толкуем. Точно, бумажник. Это он спер. Точно-точно. Он спер агента в этом перилке. И у него теперь больше, чем 10 центов в целом бумажнике. А, нет, это бумажник. А у него не было бумажник. Это бумажник трупа. Что у тебя в кармане похоже на бумажнику? У меня нет бумажника, я бомж. Ты правда хочешь гнуть эту палку? Хе-хе. Может, я просто рад тебя видеть. А, ничего, конечно. У меня это следование. А это похоже на что-то кровавое. Это не кровь, это речной ю. Вот сразу он все рассказал. Так, то есть ты признаешь, что у тебя в кармане что-то лежит? Ну, эээ... Я не буду клать его тебе. Куда я буду класть деньги? Я не знаю. Видишь? Это не так-то и просто мочок. Я федеральный агент, да я не эту чертову бумажнику? Я бомж, но я свои права знаю. Вам нужен ордер. Дайди мне новый бумажник, который я положил свои вещи, и я там тебя идёт. Это так уже разваливается, в отличие от новеньких бумажников клоуна Рэмсома, которые продавались пока я в карьере. Если вы конец, Рэмсом хоть и был змейником, мальчиком полным пипа, она там на бумажке, никому не обоим что-то надо. Будем играть по твоим правилам. Пока. То есть нам нужно еще и клоуну сходить. Так, где ты спишь по ночам? Давай спросим. У меня литрый картонный апартамент и в самой лучшей части коллектора. У меня почти нападают аллигаторы, у меня там даже есть шутка для вентиляции, так что я уже лучше. Понятно. Значит, там же и он агента из пряток. Агент. Парей, так. Так, значит, расскажи, что ты знаешь о Чаке. Мужик был еще тем козлом, и я рад, что он умер от разрыва сердца. Он не за что разрушил мою жизнь. Так это, наверное, его брат или... Как Чак разрушил твою жизнь? Истрер Эдмин позаботился о том, чтобы я попал в черный список. Мои так называемые друзья тренируются в меня мастерская, это инстинговая загорела, и я потерял все. Я не мог ходить в рестораны, про работу вообще молчу, и в конце концов, от старой жизни у меня остался только мой любимый Стратегин. Так, зачем Чаке разрушил твою жизнь? Он что-то знал. Однажды я с его девушкой пошел на выступление этого оскорбляющего... Клона, но в свою защиту скажу. Чак менял... менял женщин Чащихи и рубашки. Откуда мне было знать, что она была любимицей вместе этого подушечного тронного... Так, поговорим позже. Не покидай город, да? Давай еще раз о труп спросим. Ты знаешь, что у тебя труп есть? Какой труп? Я думал, мы обремя не толкуем. Так, он ничего не скажет. Отдай бумажник, я федеральный агент. Ну что, я пропитой бомж, но про вас вы не знаете. Найди мне высококачественный бумажник Клауна Ренсом, а тогда я отдам. Хорошо. Поговорим позже, не покидай город. Куда я пойду? Видимо, я здесь центов. Сейчас ты выберешь в карманах, вечно теряю деньги. Так, ладно. Значит, у меня были деньги, но я их обронил. Так, что у нас тут? Ты-ты-ты, че на ней нет? А, там какая-то страшная штука. А че-че? Да, я иду, да? Так. А. Тут какая-то непонятная штука. Здесь что? Свет зажегся. Ага, для кухни книги. Отлично. Будущее никогда не что-то там. Это та самая тетка, про бородавку которой Клоун Ренсом что-то сказал. Это у нас говорящий... Говорящий... Говорящая птица, да? Ну это ворон. О-о-о! Прокладая мумия. Давайте посмотрим, что он скажет. Не, за что не буду трогать. Ну ладно. Пойдем мы к ней, ее допросим. Хотя никто нам ничего не говорит. В чем со всеми еще разговаривать? Добро пожаловать в магазин Акборта книги, милитарка. Меня зовут мадам Арена, о которой я уже говорила. Вы пришли за проклятиями безумной летней череда-дам, судя по вашему костюму, за моими налоговыми книгами. Нынче меня не так часто навещают агенты при полном параде. Меня зовут агент Рейси, и я просто хочу задать несколько вопросов, мэм. Ну тогда ладно. Я могу прочь. Так, а знаете ли вы что-нибудь о теле в реке? Волшебный путь. Я знаю обо всем, что происходит в округе. Отлично. Так вы знаете, кто замешан в убийстве? Ладно. Я могу предсказать все сию же минуту. Но если вы готовы немного замараться, я вам отдам ответы на интересующие вопросы. Замараться? Так, что вам нужно, чтобы помочь нам найти убийцу? Не хочу нарушать переписание агента, но нам очень нужна зацепка в этом деле. Для поиска подпетов мне нужно впасть в транс. Но я не могу заглянуть за вуаль без должной помощи. Я вам смогу помочь, если вы доставите мне грипп. Пластинник визуально приятный, что растет в канализации. Звучит не очень законно. И ты ведешь к тому, что... Что это за место я веду к этому? Мой магазин, основной источник оккультных книг, знаний и услуг. Если нужно проклятие, лекарство или просто гложет любопытство, и Вуду, Худу и прочее Дуду, приходи сюда. Невероятно. Если же нужны капли от кашля или кофе-фильтры, то что-то там. Вы правда можете проклинать людей? Определенно могу, несмотря на то, что вам втирают. Не всегда выходит, как желаете, но, как говорится, неисповедимые пути духа. Так что держите ваши жалобы при себе. Вы прокляли клоуна Рэнсома. Я очень горжусь этим проклятием. Он вел себя, как полный урод, и напросился сам на проклятие. Думаю, постоянно проклятое лицо похуже всяких побоев, мэм. Хотите опробовать на прочность мою кармовую биту? Нет, мадам, извините. Расскажите о себе, мадам Моррин. Не так уж и много могу рассказать. Я открыла свой магазин, тем и видела после того, как довела свое мастерство до совершенства. До этого ночная пора блевала от мискалины и вытаскивала иголки кактуса из задницы, пока мне это окончательно не надоело. Как вы начали заниматься оккультизмом? Тогда я и поняла, что могу торчать, да еще и иметь с этого деньги. Я думал, вы занимаетесь серьезными спиритическими практиками. Не знаю, что я сказать тебе, милочка. Я люблю торчать и со всеми доходами от проклятия буду прожигать старость на яхте на Багамах. Зачем вы открыли магазин в этом городе? Ауна. Этот город полон темной энергии, что делает его самым лучшим местом. Под темной энергией подземяйте сигналы, о которых только и слышу. Нет, это летающие воздухи сигнала, часть чего-то большего. Не знаю, что они значат, но полагаю, что ничего хорошего. До свидания. Ходим. Ей нужны грибы, чтобы спиритический... Так, а это что? Проклятая голова. Ох, пахнет ужасно. Ладно. Может, надо осмотреть все-таки чуть-чуть, потому что... Если мы не осмотрим, мы не будем знать, что здесь есть. Вдруг нам что-то будет нужно потом, когда то. Блютый чай. Это упаковка чая. Так, глазные капли, подруг глазы, капель. Здесь много всего. Ааа, 50 оттенков чего-то там, окторин какой-то. Тут все проклятое. Проклятое дверь, проклятое чуток, проклятое книга, проклятое проклятие. Так, ну, может быть, все-таки... Будет как можем. Все это нам включать сразу же. Ну, все, да? Нет. Кану эти карты. Ладно. Идем еще нашу... Э-э-э... Идем к Рей. Сударит. Нет. Мы ищем агента Рей. Мы обошли. Здесь нет никакой, я не вижу, крышки. Где же дружба, какая дружба? Где главная улица? Ага. Ладно, где дальше? Здесь у нас что-то там. Так. Нам нужно найти... В полу дыру. Мастерская. Скрипок. Или... О-о-о-о, вот он вот здесь был. Мастерская. Ремонт из скрипок. Вот его мастерская нашего бомжика. Смотрите, ну... Но я вижу, что там волосы. Пусть, да. Мы тут были, все читали. Нам нужен... Магазинчик. А-а-а-а-а-а. Граница. Граница. А-а-а-а-а-а... Магазинчик. Дружие. Который... Что это? Который... Собственно говоря, в которую мы кинем монетку. А вот это что? Это то? А, это пластиковые пульцы какие-то. Давай осмотрим. От блока пива обычно их разрезают перед тем, как выкинуть. Спасаем их животных. Давай их возьмем. Так, будет. Так, дальше. Кстати, у той бабки наверное можно было что-то взять. Какие-то не зникают. Я не... Так, так, так. Что-то блеснуло. А, это штука блеснула. Что блеснула? Пулинка? Да, это пылинка. Думаю, опять монетка. Спаси еще. А теперь бы я... Эй, ты куда? Вот мы возьмем еще банку пустую. Возьмем. Так, дальше. Еще пойдем туда. По ту сторону дороги ничего нет. Город в противоположной стороне. Ничего. Иди. Дор, дор, дор. Так, давай пойдем к эстакаде. А, лежит ли трупец? Смотрим. До сих пор или не лежит. Да, трупец еще лежит. Трупец. В пустыне части иглы имеется маленькая в ходу отверстия неизвестного происхождения. Вверстия не похоже на полевой скресел, но равно оставлю острым предметом. Странно, что вы честно и отчетливо был слышен. Что-то там. Я не помню просто, что здесь. И старое дерево. Может здесь где будет? Что это? Что это? У нас это эпичная мелодия. Там бомжик играет. А, идти к следы волочения. Смотрите. Не, у меня есть следы борьбы. Тут явно кого-то волокри. Жертву определенно вырубили здесь, а затем протащили к ручью. Не вижу крови, так что полагаю, что убили его как раз в воде. Так, хорошо. А, смотреть, взять, открыть, закрыть и отменить. Применить это хорошо. По-моему, ничего не применить. Давай, конец страницы. Дальше. Дальше мы, собственно, с вами... Дальше. и идете по папу так что странным сейчас где 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 потеря потери блин полмиллиметра уже микрофон тереть потому что он ну как бы дал такой так что странно покрыта курс стариком но это старая брошенная бензопила но мы ее возьмем естественно как же детектив из бензопилей отлично работает то есть мы можем перерубить вам то дерево например либо идти к стародерево давайте мы имеем значит бензопилей на стародерем могу применить пока я не готовлю хорошо нам нужно топливо прекрасно прекрасно ладно идем дальше где мы можем купить топливо купить топлива топлива купить я знаю что топливо есть у той девушки а мы вниз не можем спуститься в нужность нет карты где ты лёши как-то в отель попасть потому что отель как-то где-то наверху осмысленность на карты у нас нет так чё по словам была бутылка но мы возьмем еще будет можно будет сдать и обменять на нитке чё с ней опустаясь под миски но тут размер спорта не тот размер к одно отверстие да это без разницы здесь можно пошастать поводить шастала мышкой нам нужно найти куда кинуть монетки для агента рейс нашли вот за магазина дружили как-то вам дружу кого-то ну что если мы не кинем то мы ее и не спасем возможно мы не сможем кинуть ну что что это возможно где-то внизу города а туда нужна карта мы чего-то где-то не сделали чтобы нам у нас была возможность собственно кинуть монетку получить карту точнее получить карту потом монетку поэтому нам нужно обдумать все прямо здесь и сейчас и так говорится здесь и сейчас наши действия либо идти к шерифу еще раз говорить что мы потеряли агента на км вот либо еще вариант чтобы получить карту сходить на почту но на почте нам карту никто не предлагал соответственно магазине где продавались карты карта же нет что же на нее снова может быть она нам что-то подскажет что умная потому что так бывает когда ходишь 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 чашь на агента я тупых тупящих игроков собственно главным героем он подсказывает что делать поэтому попробуем переключиться на нее что что-то нам подскажется ага вот нужны закат раскрыть это убийство да 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 давай еще раз осмотрим я сказала осмотрим сборной друже Квики Паул Стор. Квики Паул Стор. Квики Паул Стор. Я не знаю, что за Квики Паул Стор. Но, ладно. Давайте к нему вернемся. Мы пробуем найти, не знаю, отель. Найти, например, еще какой-то путчик, дорожечку, где мы не было. Я вообще хотела за нее играть чаще. Так вышло, что утащили ее в туннеле, а там она сидит, пока наш балбес ее не спасет. О, бежать, 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 бежать. Кладбище там как бы вроде ничего, да? Хотя там, может, что-то перерубить можно было нужно. Но давайте посмотрим. Сейчас мы куда-нибудь придем. Чего-нибудь найдем. Куда-нибудь придем, чего-нибудь найдем. У нас, а, у нас нет топлива, где-то запилы. Это, это не очень. Бутылка от виски, какие-то пластиковые штуки. От пилых, бутылок. Ну, это не страшно. Вот он у стол. И вот это дело. Дверь гробницы. Что-то там надо было открыть. А, это Чаковская. Думаю, не стоит ничего говорить вслух, но после того, как ты, что увидел гробницу Чака, как-то немного весело на душе. Почему весело? Неясно. Так, дверь, осмотрите. Так, ну, осмотреть-то мы осмотрели. Давайте мы ее откроем. Не открываем. Что же это значит, да? Нет, нет. Я не вижу никакой способа открыть. Перепочателем внутри. Надо накануть палка на палке. А, мы пытались. У нас что, пленки? Да, у нас же дверные пульные пультики. А, набор для снятия печали. Я думаю, набор инструментов. Три кисточка для отпечатков. Немного порошка в рецепт. Ленты для снятия отпечатков. Нет ленты для снятия отпечатков. Цепковой флайер. Что такое? Нампы в цирк. Все, что-то. Да, 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 да. Хотя, где у него ничего. Да, где у него ничего. Банка. Пустая банка грофтаца. Тут не части. Это еще разит тем самзвитебный запахом. Не рудит. Так, цветы. Ой, цветы тоже с плохого. Не нужно больше цветов. Кстати, цветы можно бы подарить кому-нибудь. Из теток, которые мы встречали множество на дороге. Все-таки, возможно, они бы что-то нам дали. Ладно, мы пока поищем отель. Возможно, карту. Еще раз поговорим с шерифом. Мне кажется, отель где-то внизу. Можно пойти к шерифу. А, у нас и отпечатка в пальце. Ты что такой медленный? Иги. Молодец, стоп, не в ту сторону. А в ту. Да, что ты? Нет, не знаю. Сюда. Все, побежали, чувак. Бегаааа. Идти в город. Так, еще вариант есть? Нет. Так, главная улица. Хорошо. Сейчас мы будем аккуратно, чтобы не... Спасибо. Так, на самом деле. Чтобы не было, если что, свернуть. Вот здесь что? Шерифушка. Кстати, он же ушел. Может быть, карта будет успеть. Так, ну, мне кажется, время у нас уже подходит к завершению. Сейчас я гляну. Сколько минут? Чё, чё, чё? Да, уже час, час прошел. Давайте завершим на этом. И в следующей серии посмотрим, куда идти, что идти, где искать карту. Где у нас отель? Где найти нам топливо? Грибы из канализации нужно. В общем, много чего нужно. На этом все. Пока. Подписывайтесь на канал. Делитесь, размножайтесь. Жмите ручку. Пишите письма. Все, пока-пока. А, в описании много других видео. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok